17.10 в случае небывалого торжества справедливости или как должна работать граница, если она хотя бы есть. Как вы видите, это уже Шегини, она же Медыка, украинская территория. Куда это он делает? А, он решил заехать. Украинская территория и мы, соответственно, уже в Украине. Итого 9 часов 600 километров. Не так уж и, скажем так, мало, но с другой стороны достаточно медленно, учитывая то, что я-то ехал по хорошим трассам, но машина, как я уже говорил, груженная. О, смотрите, не достроили, видать, какой-то отельчик и, соответственно, продают. Осталось только доехать до Львова и сказать всем пока. Ну, смотрите, сейчас будем езжать во Львов. До Львова, если я не ошибаюсь, здесь километров 70 будет. Ну, по Львову там немножко и, глядишь, будем на месте. Так что, смотрите, я еще раз хочу сказать, что я разбил это видео на несколько частей, поскольку получилось очень длинно, как минимум на три, а то на четыре. И смотрите предыдущие видео, заглядывайте в описание, заглядывайте в аннотации, там есть линки на все предыдущие эти видео и другие видео, я имею в виду путевые заметки. Но в любом случае, я надеюсь, что вы получили представление, как можно ехать на машине. И не то, чтобы можно, да, а как вообще выглядит поездка на машине по Словакии, по Польше, вообще, как люди живут. Ну, здесь, кстати, живут тоже неплохо, как вы понимаете. Многие из этих домов, это дома таможенников, которые здесь работают. У них есть зарплата, они, если не ошибаюсь, там три или четыре тысячи плюс премии, то есть до десяти тысяч гривен зарабатывают, что позволяет им построить такие классные домишки. А я не буду прощаться еще, включусь во Львове. Давайте. Сейчас 17.45 по Европе или 18.45 по Киеву плюс час, да. Я вот ехал во Львов-то, да, и подумал, все-таки же неправильно. Я по всей Европе снимаю видео, снимаю, как это все выглядит. И там кого-то хвалю, кого-то не хвалю, кого-то ругаю. Ну, вот решил, блин, поснимать видео, подумал же, будет правильно, если на, так сказать, контрасте будет видно, как выглядит в Украине это все дело. Вот дорога, причем новая отремонтированная дорога, ее отремонтировали в 2012-м, уже привели в некоторое негодное состояние, ну, или разворовали изначально, и она быстро сама пришла в негодное состояние. Соответственно, эта дорога была построена к Евро-2012 от границы от Шегини до Львова. И вот можете посмотреть, как выглядят украинские дороги, и особенно, как выглядят украинские реалии. Это город под названием, или населенный поселок городского типа под названием Городок, как это ни странно звучит, посредине, примерно, между Львовом и границей, да, я еду в сторону границы, ну, вот, можно увидеть, насколько, я думал, это они украинский флаг вывесили, а на самом-то деле это всего лишь... Кстати, я такую ЮКОМ видел рекламу, или это просто не рекламу, сдерли кровли, да, то есть видел уже в Польше. Так, мы тут не на главной, еще не хватало снять ДТП. И, пожалуйста, вот украинские реалии, и украинские домишки более запущенные, чем словацкие или польские. Дороги, как вы видите, тоже слегка уже запущенные. Но, в принципе, учитывая, что это парадная часть, все пока что неплохо. Ну, держится больше на трудолюбии. Собственно говоря, жителей тех или иных сел, тех или иных регионов и тому подобное. Ну, а мы потихонечку приближаемся в сотовый центр. Не надо такую пальму купить. А мы потихонечку приближаемся к Львову. Как я уже говорил, 17.45, еще где-то полчасика, 18.15, и мы будем во Львове. Ну, и там я с вами попрощаюсь. Смотрите другие видео и другие части. Слушайте, как цветет-то хорошо. Напомню, что сегодня 1 мая, поэтому дорога пустая, и практически никого нет. Можно спокойненько обгонять. Обычно здесь идут караваны из фу. Выстроятся в ряды, а другой двухполосной дороги, как ни странно, сюда не ведет. Ну, зачем, по-другому-то. Украинской экономике не нужно отвозить грузы и привозить грузы, скорее всего. Поэтому-то дороги и не строят. Четыре, но двухполосные во каждую сторону. Ладненько, на этой печальной ноте ждите въезд во Львов. 18.00. Добро пожаловать во Львов. Как вы видите, это то самое место, которое знают все, наверное, в Украине, России и так далее. Другие города могут не знать. Ну, кто ж не знает Львов-то. Вот он так выглядит. Мы сейчас проезжаем или едем по улице Городовской. Я вот только не помню, это тоже Городовская. Да, по-моему, это тоже Городовская улица. Улица Городовская. Вот такая вот очень длинная. Она идет прямо-прямо в центр. Без всяких, скажем так, прерываний. Абсолютно прямая. Здесь промзоны. Здесь заправки. Здесь комплексы различные. Там Ашаны, Метро. Или тут Ашана нет. Короче, Метро и так далее и тому подобное. Ну, а мы сейчас доедем до центра, где я, собственно говоря, и остановлюсь. Ну, сначала сделаем небольшую петлю, но это я уже снимать не буду. Итак, 18 часов проехали 700 километров, ну да, то есть 10 часов 700 километров, 720. Средняя скорость 72 километра в час. Соответственно, не очень как бы радует скорость, но опять же машина груженная. Поэтому нам можно первое мая. Жаль, что, конечно, погода не порадовала львовских жителей своей прелестью, да, своими так теплыми деньками. Как вы знаете, во Львове на 1 мая запланирована была масса мероприятий. Ну, во-первых, в львовский порт зашел авианосец «Энтерпрайз». И была запланирована раздача МНДМС и Сникерсов с чупа-чупсами. А детям моряки готовились, оделись, там, накрасились, все как положено. И, соответственно, должны были раздавать детишкам американские моряки, да, и других стран Европы должны были раздавать детишкам сладости. Увы, не срослось. Совпадение? Не думаю. Еще одно событие, которое произошло из-за сильных ливней во Львове сегодня, это затопило несколько станций львовского метро. Я, если не ошибаюсь, затопило Бандеровскую и затопило еще недостроенную, а только строящуюся жидо-бандеровскую станцию. Как вы знаете, Львов – город, находящийся на холмах, да, то есть и те станции, которые находятся внизу, у подножий холмов как раз больше всего подвержены угрозе вот таких затоплений. Ливни проходят, вызывают прямо паводки целые со склонов. Ну и вот Бандеровская, знаете, она находится вот прямо вот на склоне, там же сверху стоит, сколько-то, я не помню, 30- или 40-метровый памятник Бандеры, там, не знаю, знаете вы о нем или нет, с трезубцем, да, он такой стоит, у него в руках трезубец, символ украинской, так сказать, государственности. Стоит бачка, так и предлагали сделать на трезубцы москаля, но решили, что это, конечно, будет занапто. Вот, вот ее затопило Бандеровскую, ну а жидо-бандеровскую начали строить только в этом году и, соответственно, не закончили, да, строительство. Поэтому, поэтому, вот, она, как открытый котлован, не смогли, собственно говоря, все это дело обеспечить безопасность. Ну и дальше, конечно же, должны были пройти другие мероприятия, там, парад, факель, путешествия, в честь труда, труда рабов, опять же, не удалось. Ну, а вы видите, типичный, вот, не слышите, типичный для львового дорога, в этом месте улица Городотская сужается до одной полосы. И здесь вот такой вот мостик, я вот такой побитый, такой побитый, когда они уже отремонтируют. Ну, это еще не все по сравнению с Бругивкой, которая пойдет по улице Городотской на брусчатке. Дальше, в принципе, я, конечно, был бы не против снять путевые заметки по Львову, но для этого нам нужен какой-нибудь хороший гид. Не знаю, успею ли я это сделать 18-го, 19-го числа, ну, 19-го точно успею, потому что у меня мероприятие. А 18-го числа в понедельник я буду уезжать из Украины, у меня закончатся все мероприятия, да, то есть я буду ехать через Львов. 18-го приеду, 19-го прочитаю семинар и 20-го под вечер, 20-го ранненькое утро, вернее, поеду дальше. В любом случае, если вы смотрите позже, значит, я нашел гида и нашел время на то, чтобы прогуляться по Львову, рассказать историю. Если вы не... я не снял, можете заглянуть, опять же, в описание видео. Там есть линки на другие путевые заметки, в том числе и при заметке из Львова. И если мы не украинскую Львовую, ну, вы нашли, как тебе скажете. Ну, а вот типичная львовская брукинка. Львовская, как вы видите, это улица Городонская, в том месте, где когда-то она заканчивалась, где-то заканчивался Львов. Здесь уже идут такие вот дома, постройки, как тут говорят во Львове, забавцы Австрии. И сейчас самое странное, старое трамвайное деко. Надо туда тоже сходить, там говорят, стоят интересные раритеты, а на вокзале есть еще раритетные паровозики и прочее. Ну, а я буду говорить до свидания, почти говорить до свидания, да, потому что я еще сейчас допишу еще одно видео. Да, мне сейчас поворачивать надо. Да, в общем, такая вот удалась поездка. За 10 часов мы проехали 720 километров, 72 километра в час средней скорости, что является не очень высоким. Вот, кстати, трамвайное деко. Ну, и смотрите дальше, увидимся. Вот и подошла к концу поездка. С одной стороны, с другой стороны, поскольку, оказывается, я наснимал на 2 часа 30 минут, то я наверняка буду их бить на 4 части. Поэтому это видео вы увидите каждый раз, когда будет заканчиваться та или иная часть. Ну, надо было сказать вам до свидания в каждой части, напомнить, чтобы вы подписывались на мой канал, чтобы вы ставили лайки, чтобы вы писали комменты. Если вам нравятся мои такие формат путевых заметок, я обязательно буду записывать еще, еще и еще. Я тут в частном секторе Львова, да, ну, почти частном секторе Львова. Вот, соответственно, всего хорошего. Помните, что к этому видео, если вы его смотрите первое, наверняка есть еще второе, третье, четвертое. Если смотрите какое-то другое, то есть первое, второе, третье, четвертое. Если смотрите последнее, смотрите предыдущие. И все это вы найдете в описании, либо в аннотациях всплывающих. Я не зря их там добавляю, добавляю только для того, чтобы это было вам интересно и полезно. Такие дела. Ну, и, конечно же, увидимся. Смотрите мои другие видео. Ой, коты, 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 коты дерутся. Смотрите мои другие видео, посвященные не только путевым заметкам. Ну, и подписывайтесь на канал. Всегда рад новым подписчикам. Всегда рад адекватным комментаторам, задающим адекватные вопросы. И пишущие там пожелания, типа, снимите еще там-то, там-то и там-то. Ну, вот, кстати, пока я буду в Украине, постараюсь снять видео из Харькова, Одессы, Днепропетровска. И, как я уже сказал в этом видео, из Львова. Ну, может быть, еще и из Киева. Так что, планов громаде. Увидимся. Счастливо. С вами был я, Игорь Шаститко. Смотрите мои видео. Смотрите мои видео.